Летний театр должен быть свободной парковой зоной без коммерции, решили авторы очередного проекта будущего благоустройства. По их словам, за это высказались 89% из 1200 опрошенных одесситов. Большинство из них желают видеть на месте бывшей концертной площадки проекты, повествующие об истории Одессы и даже готовы содержать театр за собственные деньги. Если территория Летнего театра будет использоваться под различные культурно-массовые мероприятия, то в наибольшей степени должна быть связана тематика этих мероприятий. История культуры Одессы 64%, все остальное у 14 и меньше. То есть мировая культура, достижение науки и техники, история культуры Украины. На каждой группе находился какой-то кто-то из респондентов, который говорит, слушайте, но он же может скинуться, сколько там нужно денег, чтобы его убрать. Давайте вот так вот все скинемся по городу, объявим подписку и будем, соберем деньги и будем, значит, там убирать. Достаточно большая, в общем-то, доля готовы тратить собственные деньги, 56% готовы тратить собственные деньги на ремонт и содержать. Авторы архитектурного проекта считают, что на территории Летнего театра должна быть открытая площадка для отдыха и досуга горожан. Без масштабных праздников и концертов, как это было ранее. Эту практику мы сохраняем, то есть метрии можно отыскать, организовывать спонтанные какие-то, не вообще мероприятия, а такие какие-то спланированные, более масштабные. Но это не должны быть какие-то концерты известных групп, потому что две известных группы у нас есть в площадке. А людям, которые хотят поделиться своим искусством, для них, как бы можно сказать, что они могут на любой площади выступать, но нет организованного места, куда человек может прийти и там выступить, и там у него будет эта аудитория. Во сколько обойдется озеленение, ландшафтный дизайн и прочее благоустройство, неизвестно. Данный этап предполагает только визуализацию. А вот действующий арендатор, который также присутствовал на презентации, уже готов озвучить примерные суммы, за которые готов уступить имущественный комплекс театра. Мы ежегодную арендную плату за пользование только земельным участком внесем в размере более полутора миллионов гривен. Если считать, что мы договор аренды земли заключили по решению исполкома в декабре месяца 2016 года, то у нас получается за плечами два года. Следовательно, мы потеряли более трех миллионов гривен, только лишь потому, что мы платим за землю, и при этом мы не можем ее никак использовать. К этим трех миллионам предприниматель прибавляет еще 56 тысяч долларов за купленные здания и потерянную выгоду за два года. Правда, точную цифру арендатор назвать не готов. Общественники заявили, что готовы объявить сбор средств на выкуп зданий, как только узнают сумму. Продолжение следует...